всем привет с вами леонид сегодня мы поговорим про камеру ломографии simple use данная камера выпускается в некоторых модификациях ну на самом деле отличие только в пленке которая там заправлена в данном случае у меня заправлено лома 400 хочу рассказать вам про эту камеру вообще что она из себя представляет на самом деле этот аппарат многоразовый здесь написано simple use не single use a simple use это говорит о многом цена камеры 2200 рублей на данный момент что как бы тоже говорит о том что она в два раза дороже чем одноразовая что что-то не так что у нас есть у нас есть различные цветные фильтры которые мы можем вот так вот просто пальцем двигать на вспышку и у вас собственно ставится фильтр нужного цвета что кстати ну прикольно вот ну конечно вот эти фильтры надо использовать в помещениях когда действительно вспышка себя показывает на улице как бы ну не вариант чтобы включить вспышку вам надо нажать вот на эту кнопочку и вспышка у нас активируется начинает заряжаться если вы это не сделаете камеры снимает без вспышки далее у нас на обороте есть большая большая подробная инструкция на самом деле как ей пользоваться не думаю что возникнут с этим проблемы как эта камера попала мне в руки вот такого состояния наш клиент купила купила эту камеру и оказалось что она не может дальше фотографировать и говорит я из потом поснимала нам 20 чем-то кадров и дальше она у меня не работает и вот здесь у нас есть спереди такая вещь как счетчик кадров вот он вот здесь вот находится и у нее циферка 9 было мы долго ломали голову в итоге я в темноте вытащила открыл камеру все разорвало открыл и оказалось что пленка смотрана полностью она потрачена а почему изначально лома делают пленку 36 кадров но в эти камеры во все вообще одноразовые камеры которые я встречал своей жизни было вставлено 27 кадров и у нее на счетчике было 9 ну не мудрено догадаться что пленка наверное все таки отснято если 27 прибавить 9 как раз получается примерно нужное количество кадров но теперь если вы заправите новую пленку счетчик все таки рассчитан на 36 все должно получиться итак в чем прикол данной камеры давайте я покажу вот здесь вот бумажка красная и и надо вот здесь вот разорвать она защищает батарейку собственно одна палечка батарейка батарейка нужно исключительно для вспышки но собственно разорвали мы не для того чтобы докопаться до этой батарейки разорвали того чтобы вот так вот можно было открыть корпус собственно что я сделал сбоку у меня есть палочка я открываю не без усилий скажу честно открываю этот корпус об и вот наша внутренняя часть в чем прикол вот у меня моя пленка это пустышка вот я и вставляю вот ее туда вот цепляю условно натягиваю на зубчик подвох заключается в том что вначале мне всю пленку отсюда надо перекачать сюда в закрытому в закрытом состоянии само собой и потом спокойно ее отщелкивать и она вернется обратно в катушку счетчик кадров вот таком состоянии находится он сбивается поэтому вы можете вообще его руками крутить спокойно поэтому просто изначально его надо выставить на 0 как я это делаю я вот здесь вот нахожу в дырочке нолик и точнее я закрываю камеру и снизу вот здесь у меня перемотка то есть что я делаю не быстро опять же не без труда своим нестриженным ногтем отсюда мотаю сюда камера как бы сделано из пластмассы на соплях поэтому да немножко придется помушиться у меня видите немножко все это сбивается ну поэтому надо просто спокойно медленно не торопясь то что пленка ты сопротивляется и в этом основная проблема что я не могу крутить там быстро да как заводной койот крутим крутим давайте прям до конца это кручу чтобы вы убедились что это возможно и это реально может быть даже стоит взять какую-то тряпку чтобы не то чтобы руке было короче удобней и будем крутить мы до того момента когда пленка уже из катушки фактически полностью выйдет и скажет типа эй остановись парень иначе ты меня разорвешь ну просто крутить станет еще сложнее чем сейчас поверьте сейчас мне крутить очень сложно ну извините эта цена камеры за 2000 рублей все не могу больше крутить ставлю стоп счетчик у меня стоит ешечка теперь вот здесь я кручу вперед до стопа видите больше не могу крутить все первый кадр можно делать это пленка не засвечена как бы она первый кадр у меня получается с конца идет поэтому с первого кадра у меня кадр будет получаться то есть скорее всего теперь может не получиться один последний кадр чем не получится 1 то есть берем щелк крутим дальше щелк крутим дальше щелк крутим дальше счетчик я не знаю либо я так на поставил на е либо так и должно быть счетчик идет от обратного то есть у меня было изначально сейчас 36 кадров и идет на уменьшение сейчас уже 33 и так далее покажу насчет вспышки то есть вспышка как видите не срабатывала не один раз я нажимаю кнопку у меня идет характерный звук заряжаемых вспышки сейчас посмотрим если какой-то огонек или индикатор индикатора честно никакого не вижу поэтому верно шестра просто сработает до вспышка сработала вот и предельно просто таким образом периматываю пленку отсюда сюда я добьюсь такой результата что когда мы пленка закончится она вся уйдет в катушку это засвеченная пленка пустышка поэтому мне не страшно открыть я просто покажу вам технологию то есть я кручу отсюда сюда пленка будет уходить в катушку на стопе все предельно просто мое личное мнение что камеру можно использовать вот многоразово за бесконечно конечно но суть это потому что из пластмасса вот так тяжело крутится есть какие-то нюансы были наверно раз блин 20 потом просто что-то рано или поздно вы оторвете из пластмассы и закон ну как бы можно покупать новую камеру но сама идея купить камеру за две тысячи рублей используйте много раз и не париться что ты сломаешь потеряешь вообще круто я рекомендую ее к покупке для тех кто хочет просто по заморачиваться побаловаться плюс не забываем что есть все таки вот эти фильтры плюс считаете возможность отключения вспышки то есть не в к не нажимая на кнопку это многие мыльницы сейчас где нельзя вспышку собственно выключить стоит намного дороже чем вот эта фигня поэтому рекомендую если будут какие-то вопросы по поводу использования этой камеры пишите комментарии мы всегда рады вам помочь и пока